Наконец, мы подошли к такому интересному и не имеющему классических аналогов явлению, как интенглмент. К сожалению, для такого важного понятия в русском языке нет устоявшейся терминологии. Слово интенглмент как только не переводит. Квантовая запутанность, запутанные состояния, квантовые корреляции. Что ж такое квантовое запутанное состояние? Многие столетия наука развивалась по пути редукционизма, то есть исследовались всё более и более мелкие составляющие больших систем. Атомизм служит ярким примером. Согласно нему, всё состоит из атомов, поэтому, изучая атомы, можно понять поведение состоящих из них макроскопических объектов. Здесь неявно предполагается, что любую систему можно рассматривать как набор независимых составляющих, взаимодействующих друг с другом. Это, кажущееся очевидным предположением, справедливо в ньютоновской механике, поэтому оно нам так интуитивно. Нашим мозгом оно воспринимается просто как факт. Хочешь понять, как что-то работает? Разбери на части и посмотри. Оказывается, в квантовой механике не всё так просто. Давайте для конкретики возьмём простую составную систему из двух спинов-электронов. То есть наша система представляет собой два электрона, но нас интересуют только их спины. Путь спин первого электрона направлен вверх по оси z. В матричной записи он представляется следующим вектором. Путь спин второго электрона также направлен вверх по z. Вектор состояния комбинированной системы будет описываться тензорным произведением этих векторов. В матричной записи это будет уже вектор-столбец с четырьмя компонентами. То есть такой вектор живёт в четырёхмерном Гильбертовом пространстве. Знак тензорного произведения обычно опускают. Чаще данные произведения вообще записывают в виде одного кет-вектора с двумя стрелочками. Первая относится к спину первого электрона, а вторая к спину второго. Остальные три возможности также представляются аналогичными вектор-столбцами. Заметь, что все четыре вектора ортогональны друг другу. То есть они могут служить базисными векторами четырёхмерного Гильбертова пространства. Наиболее общий вектор состояния спины электрона записывается суперпозицией базисных векторов. А1 и А2 – это амплитуда вероятности при измерении спина по оси Z обнаружить его в состоянии вверх и вниз. Для спина второго электрона мы имеем аналогичные выражения. Вектор состояния системы из этих двух спинов также записывается тензорным произведением этих векторов. Раскрыв скобки, получим четыре слагаемых. Но данное выражение не является наиболее общим вектором состояния системы из двух спинов. Компоненты наиболее общего вектора состояния не обязаны иметь вид произведения двух комплексных чисел. Они могут быть произвольными комплексными коэффициентами. Ограничением для них является лишь условие нормировки. То есть сумма квадратов абсолютного значения должна равняться единице. Некоторые из этих амплитуд вероятности вообще могут быть равны нулю. Пусть скажем, C1 и C4 равны нулю. C2 равно единице деленной на корень из двух. А C3 равно минус единице деленной на корень из двух. Тогда вектор состояния будет иметь следующий вид. Он называется синглетным состоянием и является примером запутанного состояния. Entangled state. Он также описывает систему из спинов двух электронов. Но заметьте, что мы не можем более отделить спин первого электрона от спина второго. Более невозможно представить этот вектор в виде двух сомножителей, где первый относится только к спину первого электрона, а второй к спину второго. То есть более невозможно рассматривать каждый из спинов независимо. Они связаны или, говорят, запутаны между собой. Заметьте, что спин каждого из электронов не определен. При измерении спины любого из двух электронов мы получим спин вверх с вероятностью 50% и спин вниз с вероятностью также 50%. Но измерение даже одного из спинов приводит к коллапсу всего вектора состояния. Этот коллапс позволяет нам со стопроцентной уверенностью сказать, что спин второго электрона при измерении относительно той же оси окажется противоположным первому. Можно даже не производить это второе измерение. Одно единственное наблюдение дает нам информацию сразу о двух спинах. Мы наблюдаем корреляции. Если спин первого электрона при измерении оказался вверх по оси Z, то спин второго будет вниз. Если спин первого оказался вниз, то спин второго точно будет направлен вверх относительно той же оси. Эти корреляции не связаны с каким-либо физическим взаимодействием двух электронов. Электроны в синглетном состоянии можно разнести на разные концы Вселенной, но корреляции будут сохраняться. Однако их нельзя использовать для передачи информации со сверхсветовой скоростью. Результат измерения единичного спина всегда случайен. Нам ничего не даст информации о том, что спин электрона на другом конце Вселенной при измерении окажется вниз или вверх. Запутанные состояния схожи с классическими корреляциями. Скажем, если я не глядя перемешаю две разноцветные таблетки и зажму в кулаки, то, посмотрев и увидев в правой руке красное, я точно знаю, что в левой руке у меня синее. Однако в квантовом случае сами классические характеристики – цвет таблетки или спин электрона – не определены до момента измерения. Они находятся в квантовой суперпозиции альтернативных возможностей. К тому же мы имеем свободу выбора базиса, то есть свободу выбора самой измеряемой характеристики. Несмотря на все это, квантовые корреляции сохраняются. Существование запутанных состояний позволяет строго математически доказать факт отсутствия классических характеристик до момента измерения. Что мы в дальнейшем и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова